В гости к нашим юным спортсменам на открытое первенство спортивного клуба «Спарт» по борьбе с самбо приехали сверстники из Гаврилов-Яма и двух школ города Ярославля. Всего почти 80 человек. Организаторы были даже несколько обескуражены. Изначально была идея просто провести первенство клуба в честь 23 февраля. А так как календарный план по самбо областной очень плотный, то наши ребята уезжали в это время на другие соревнования. И решили приурочить к женскому празднику, дню 8 марта. И когда наши ребята в конце февраля уезжали на другие турниры, нашему тренеру Алексею Николаевичу и Александру Антоновичу Титову пришла идея организовать здесь и пригласить 2-3 города, просто чтобы ребята соревновались не сами с собой, как они делают на тренировках, а чтобы пригласили других ребят, чтобы с ними здесь побороться, сделать открытое первенство нашего клуба. Получился же первенство не клуба, а целого города, а такой междугородный турнир. Вы ожидали такого наплыва? Вы знаете, честно говоря, уже не первый раз у нас приезжают другие города, и я думаю, они довольны и рады нашим гостеприимством и радушием. И организации соревнований, в общем-то у нас мы стараемся соблюдать все правила проведения соревнований в соответствии с правилами самбо. Вот, и они с удовольствием приезжают сюда, и те возраста, которые здесь участвуют, вот 2000-й год, ну маловато соревнований по области. В командном зачете угличанам не удалось занять первое место. За счет массовости наших самбистов обошли ребята из Ярославля. У нас две команды от ДЮС США 22, значит в общей сложности где-то 22 человека. Вы уже второй раз в Угличе, насколько мне известно. Как вы оцениваете развитие борьбы самбо в нашем городе? Положительно. То есть ребята стараются, работают. Я думаю, что все впереди просто, и будет все здорово. Самое главное, что есть энтузиасты, которые проводят вот данные турниры. Турнир в принципе как бы небольшой, но в общем-то сейчас уже больше 80 человек на этом турнире. Это будет под спорьем различным другим турнирам в плане подготовки ребят к дальнейшим соревнованиям, к выездам и так далее. Это очень хорошо. То есть сейчас три города участвуют на этом турнире, команда трех городов. Это просто замечательно. И потом 98-й, 99-й, 2000-й год соревнований не так много проводится. Поэтому это здорово. У нас очень много хороших ребят. Ну, скажем так, не мне, наверное, оценивать. Есть старший тренер области по самбо Сергей Ларидович Сапожников. Вот его бы спросить. То есть он более следующий в этом вопросе. То есть меня интересуют мои ученики четко. Ну, судя по вам, вы сегодня довольны? Ну, я вообще доволен всегда соревнованиями. Потому что со временем мы не просто участвуем, мы уже выиграем. То есть каждый выезд мы все равно что-то берем. Это хорошо. Но, в принципе, самое главное, это даже не медали, не места, а то, что наши дети постоянно заняты. У ребенка не должно быть свободного времени. Однозначно. Ну, а что касается личного зачета, то здесь первые места завоевали наши Николай Круглов, Эльзар Тагаев, Канадбек Абдекерим и Дмитрий Дементьев. А в числе серебряных призеров оказалась и представительница прекрасного пола Марина Шакурова. Продолжение следует...